Коллеги, всем добрый день. И еще раз хотел сказать, что меня зовут Кумов Сергей. Я технический эксперт компании Сингента по овощным культурам. И сегодня тема нашего разговора, как вы поняли, это вредители насекомые на овощных культурах. Ни для кого не секрет, чтобы получить полноценный, хороший и в конце концов качественный урожай, необходимо в течение сезона приложить массу усилий, особенно на овощных культурах. И в том числе защитить наши растения от вредителей насекомых. Сегодня именно о них и пойдет речь. О таких основных культурах, как картофель, лук репчатый, капуста белокочанная, томат и огурец. Я думаю, многие здесь присутствующие выращивают данные культуры. Итак, давайте пройдемся поэтапно по каждой из культур. Друзья, чтобы получить вот такой красивый картофель, как показано на фотографии слева, весь сезон придется потрудиться и защитить его от таких наиболее распространенных вредителей, как проволочник, тли, колорадский жук и, конечно же, подгрызающие совки. Если кратко рассказать о проволочнике, он встречается практически повсеместно по всей России, где бы мы ни выращивали картофель. Это один из вредителей, скажем так, наиболее распространенных. Вдумайтесь, при наличии всего пяти экземпляров на один метр квадратный, можно потерять в качестве до 50%. Почему я сделал акцент на слове качество? Урожайности мы сильно не потеряем. Но дело в том, что проволочник делает, скажем так, ходы в картофеле, он его просто дырявит. Тем самым качество клубни, товарное качество падает. Но я скажу, что и хранить такой картофель уже будет не совсем правильно. Даже согласно ГОСТу допускается всего лишь один ход проволочника. Как предупредить, как обезопасить наш картофель от данного вредителя? Конечно же, нужно соблюдать и агротехнические меры. То есть, прежде всего, это должен быть соблюден севооборот. В лучшем случае возвращать картофель на прежнее место не ранее, чем через 5 лет, но при крайней необходимости раз в 3 года. Стараться, конечно, выбирать правильных предшественников. Ведь мы знаем, что после зерновых проволочник особо, скажем так, хорошо развивается. Но и нельзя забывать про сорняки. Именно злаковые сорняки тоже способствуют развитию данного вредителя. Особенно очагово. Если говорить о химических мерах борьбы, то, конечно же, нужно применять комбинированные протравители. Что значит комбинированные? Которые содержат в своей основе не только фунгицидные составляющие, защищающие от грибных патогенов, таких как резоктаниоз, серебристая парша, но и инсертицидные составляющие, которые успешно справляются с данным вредителем в течение сезона. Если вредителей очень много, то существуют еще дополнительные меры. В леднике компании Сингенту существует, я думаю, вы знаете и работали с ним, препарат Форс. Это единственный из спиритроидов, который, контактируя с почвенной влагой, создает газовую фазу. И препарат проникает в дыхальце насекомого, и оно либо погибает, либо его это отпугивает, и оно уходит. И к концу вегетации у вас будет абсолютно чистый картофель. Дорогие друзья, колорадский жук, я думаю, все с ним встречались. Не один раз на поле, да. И на данный момент этот вредитель присутствует. Если говорить об экономическом пороге вредоносности данного вредителя, то он разнообразен в течение сезона. Если мы говорим про высоту растения всего лишь 15-25 сантиметров, ну это буквально один из стартов картофеля, то это всего лишь 5-10 жуков на 10 растений. Если мы встречаемся с жуком уже в цветении, то ЭПВ составляет около 300 личинок на 100 растений. Вред он может нанести, ну довольно серьезный. Если это небольшие повреждения, то выраженности можем потерять и до 10-15%, если он будет дальше распространяться до 50% и более. Все зависит от того, насколько он повреждает вегетативную массу. Ведь именно зеленый лист у нас отвечает за преобразование солнечного света, углекислого газа в сухое вещество, то есть непосредственно в клубни. Когда и чем защищать наш картофель от данного вредителя? Как и в случае с проволочником, тоже необходимо применять инсектофунгицидный протравитель, который будет работать как минимум до фазы бутонизации либо начала цветения. Когда уже работа протравителя прекращается, необходимо использовать фолиарные обработки, то есть продолжать в течение сезона. Таковым является в линейке компании Сингента препарат Валиамфлекси. Это двухкомпонентный препарат, который содержит в себе составляющие и против колорадского жука, и наперед скажу, что работает и очень хорошо по чешу и крылам. Так что, коллеги, преждевременная, скажем так, заблаговременная обработка по данному вредителю обезопасит вас и сохранит ваш урожай в течение сезона. Друзья, тля на первый взгляд такой несерьезный вредитель, и чтобы он, скажем так, истребил ватву, нужно приложить ему много усилий. И в конце концов, в открытом грунте температурные условия по влажности не всегда идеальны для распространения тли. Но все же тля является серьезным вредителем, особенно в тех хозяйствах, которые выращивают семенной картофель. Почему так происходит? Тля – это переносчик вирусов. Именно вирусные заболевания очень быстро поражают растения целиком, и самое, что, скажем так, плохое, эти растения дают потомство. И клубни потом в будущем поступают на продажу, но уже зараженные вирусом. Получается, мы распространяем данное заболевание уже на другие и другие поля. Поэтому бороться с данным вредителем в крайней степени важно применять также комбинированные протравители и уже усиливать фолиарные обработки по тлею в течение сезона. Вот так. Друзья, хотел бы рассказать о, скажем так, набирающем обороты вредителя. Я думаю, что некоторые из вас уже с ним сталкивались. Это подгрызающая совка. Если говорить об экономическом пороге вредоносности, то это около 50 гусениц. Но на практике, я скажу, это уже очень много, и стоит бить тревогу. Данный вредитель уже очень часто встречается на юге России, в Ставропольском крае, в Ростовской области, в Краснодарском, в Волгоградском регионе, в Астрахани, в Самаре, в Саратове. То есть он распространен уже повсеместно. Пока это, скажем так, локальные очаги, но с каждым годом я слышу от хозяйств, что все больше и больше поражения картофеля. Причем на разных стадиях развития. Будь то начало, это всходы, будь то цветение, начало образования клубни, либо уже в момент уборки. В любом случае, подгрызающая совка может уже снизить не только качество, но и количество. Дело в том, что на ранних стадиях развития картофеля она подгрызает стебли. Получается, продуктивный стеблистой падает, вегетативная масса условно уменьшается, получается, закладка клубней становится меньше. Если подгрызающая совка поражает нас в середине вегетации, когда идет закладка молодых клубней, клубни уже, скажем так, эти в дальнейшем нормально не развиваются, либо поражаются столомны. Если говорить про уборку, то уже, конечно, урожай есть, но он поврежден, теряем в качестве. То есть в любом случае, это серьезный вредитель, и нужно на него обращать внимание. В данной ситуации применение листовых обработок, по факту тем более, не совсем целесообразно. Дело в том, что подгрызающая совка обитает все-таки под землей. Пусть это будет небольшая глубина, примерно полтора, может максимум 2 сантиметра. И препарат при листовой обработке туда просто-запросто не попадает. Плюс к тому же, начиная с фазы бутонизации, цветения, вегетативная масса у картофеля уже очень мощная. И препарат просто вниз, ну не сможет попасть. Он весь останется на листовой поверхности. Поэтому в данной ситуации очень эффективно применять препараты при посадке картофеля. Причем они должны быть специального характера. Перитроиды, не никотиноиды, они слабо эффективны по чешуи и крылым. Очень эффективны такие классы, как диамиды и аверметины. В линейке компании Сингента официально зарегистрирован препарат Валиам Флекси при внесении в борозду при посадке. То есть компоненты препарата с развитием корневой системы поднимаются вверх и уже на границе земля-воздух, когда подгрызающая лесовка маленького возраста, первого, второго, а ей достаточно небольшое количество препарата, чтобы, скажем так, ее парализовало, и она в дальнейшем погибла, эффективно в этом плане справляется данный препарат. Поэтому, коллеги, необходимо в данной ситуации вносить препараты в борозду, чтобы гусеница первого, второго возраста в ее, скажем так, чувствительной фазе получала необходимую порцию и не портила нам урожай в будущем. Итак, я думаю, о картофеле более чем достаточно. Давайте перейдем к другой культуре, на которой не менее, чем на картофеле, вредители, а может быть даже и больше. Я думаю, многие из вас, кто подключился, выращивают томат. Кто-то его выращивают в открытом грунте, кто-то его выращивают в закрытом грунте. Тем не менее, есть общий вредитель, есть специфический. Давайте поговорим о них немножко поподробнее. Итак, хлопковая совка. Если подгрызающая совка на картофеле вредит корнеплоду, то есть тоже плоды, то хлопковая совка на томате внедряется именно в плод. Если она уже внедрилась, то я вам скажу, что никакие препараты, никакие мероприятия уже оттуда ее не смогут достать. То есть в любом случае все обработки по хлопковой совке на томате должны быть заблаговременные либо по яйцекладке, либо в момент массового отрождения. Поэтому для этого на поле нужно в буквальном смысле слова жить, когда особенно томат начинает отцветать и завязывать плоды. Экономический порог вредоносности у данного вредителя около пяти гусениц на сто растений. Если мы видим два экземпляра на метр квадратный, это критическая численность. Можно сказать, что пробоины в любом случае будут. Какие меры борьбы и когда нужно работать? Агротехника, конечно, прежде всего. Это глубокая изябливая спашка. Конечно, уничтожение сорной растительности, особенно в юнка-плевого. Дело в том, что хлопковая совка на ранней стадии развития, когда только взрослая насекомая вылетела весной, она откладывает яйца. И она откладывает яйца на молодое плетучиеся растения в юнка-плевого. То есть это первая, скажем так, стадия, первая кормовая база данного вредителя. Потом уже с развитием она переходит уже на культурное растение. Тут, как из-под грызающей, нужны спецпрепараты для химической борьбы. Класс диамиды, ингибиторы синтеза хитина либо вермиктина. То есть все в системе в течение сезона они должны быть. Если мы будем работать одним классом с одним механизмом действия, то мы очень быстро выработаем резистивность. Это нужно помнить, поэтому система должна быть комбинированная. В линейке компании Синдента есть такие препараты, как Проклейм, Матч и на сегодняшний день уже вышел новый препарат. Это Проклейм Фит. Данные препараты имеют отличную эффективность по клопковой совке. Главное работать заблаговременно. Либо это раннее развитие гусеницы, но обязательно до того момента, когда она внедрится в плод. Либо это яйцекладка. Дорогие друзья, не менее значимый вредитель, который чаще встречается в закрытом грунте, это томатная моль. Это карантинный вредитель, но я знаю, что уже в условиях Краснодарского края он имеет место быть и не только на томате, но и на других культурах. Даже иногда встречается и на картофеле. немножко про биологию данного вредителя, то есть как он себя ведет вообще в жизни. Зимуют куколки и мага и яйцекладки, то есть практически все стадии развития. Весь жизненный цикл вредителя занимает около 25-35 дней. Если он живет в условиях теплицы, то представьте, за сезон он может дать до 12 поколений. То есть этот вредитель живет круглый год. нижний порог развития всего лишь 8 градусов, верхний порог около 35, но это не значит, что при температуре выше 35 градусов Цельсия он погибнет. Нет, всегда в условиях выращивания овощных культур внутри создается свой микроклимат. Даже если на поверхности очень жарко, то внутри культура будет намного прохладнее, комфортнее и вредители там себя замечательно чувствуют. Самка довольно-таки плодовитая, она может отложить за ее жизненный цикл около 260 яиц. И откладка яиц начинается практически сразу, через третий день после вылета взрослой особи. Личинка примерно час-полтора, через час-полтора внедряется в лист и начинает делать там ходы, повреждая вегетативную массу. Коллеги, если мы не будем контролировать данного вредителя, то мы можем потерять до 100% урожая. Дело в том, что листовой аппарат полностью поражается, не функционирует фотосинтетическая активность и про урожай можно забыть в прямом смысле слова. Поэтому с данным вредителем шутить нельзя и обработки нужно проводить строго в период либо массовой яйцекладки, либо от рождения личинок. Ведь именно первый-второй возраст это самый чувствительный. Также нужно помнить и о других мероприятиях, о других мерах борьбы. Так, например, нужно убирать растительные остатки после сезона, то есть это места перезимовки. Необходима глубокая вспашка. Также если есть такая возможность выхолаживать теплицы зимой при температуре порядка минус 15 градусов Цельсия и временном промежутке от 2 до 3 недель почва промерзает на глубину от 5 до 10 сантиметров. Как раз это та глубина залегания перезимовки вредителя. Поэтому химические меры борьбы нужно совмещать еще и с агротехническими. Если говорить про химпрепараты то на сегодняшний день зарегистрирован препарат Лиру в дозировке 1,2-1,5 литра на гектар. Это именно закрытый грунт. В течение сезона можно работать двухкратно согласно регистрации и чем это еще удобно то срок ожидания всего лишь 3 дня. То есть сбор томатов особенно в закрытом грунте он довольно частый и нужно понимать какие препараты можно использовать с каким сроком ожидания с каким нет. Также в системе имеет место быть новый препарат под названием Proclaim Fit это тоже специализированный препарат по чешуе и крылам. Вот так. друзья тля так же как и на картофеле она является переносчиком вирусов и на томате. Но если мы говорим про тепличные условия то она чувствует себя намного более комфортнее. То есть температура 22-25 градусов Цельсия и влажность порядка 70-80 но это идеальные условия для ее распространения. Конечно при таких условиях она распространяется быстро и заселяет нам все растение. Она выпивает клетчатый сок в буквальном смысле слова растение может высохнуть если мы не предпринимаем никаких мер. Помимо этого она является переносчиком еще и грибных заболеваний. То есть вирусы и грибы при ее распространении очень быстро находят свое место в культуре. Как бороться? Конечно же нужно мониторить нужно смотреть и проводить обработки заблаговременно. Официально зарегистрировано препарат Актора в дозировке 0,4 и 0,8 килограмм на гектар. Почему такой разбег? Если растение высотой до 1 метра то достаточно 0,4 килограмм на гектар. Если растение более 1 метра то 0,8 килограмм на гектар. Конечно путем внесения через капельный полив. Это не листовая обработка. Хотелось бы немного уделить внимание и цикадам. То есть они также являются как и тли переносчиками вирусов. Все препараты которые эффективны по тли также снимают этого вредителя. Но плюс к тому же хотел бы посоветовать бороться еще с сорной растительностью. Дело в том что корневая система венка полевого является местом перезимовки данного вредителя. Поэтому снижая количество сорных растений тем самым мы снижаем количество цикадок которые в дальнейшем нам переносят вирусы и другие патогены в наших посевах. Друзья если есть вопросы пожалуйста задавайте будьте будьте поактивнее с удовольствием на них отвечу. Коллеги не менее значимый вредитель как и в открытом грунте так и в закрытом грунте это обычный паутинный клещ. серьезный вредитель если не предпринимать мер то опять же таки потери урожая могут достигнуть 100% чтобы бороться с данным вредителем нужно хотя бы немного понимать где он живет где он зимует и при каком температурном режиме он начинает быть активным зимует он на растительных остатках и начинает быть активным при температуре всего лишь 14 градусов Цельсия в этих условиях самка выходит из зимних укрытий спячки начинает питаться и откладывать яйца с повышением температуры численность резко увеличивается и вдумайтесь уже при температуре около 29-30 градусов Цельсия яйца очень быстро отрождаются через каждые 3-4 дня это нужно помнить когда мы боремся с данным вредителем особенно если в нашей системе контактные препараты а не трансламинарные также нужно знать что если как показано на картинке с левой стороны снизу уже есть паутина уже растение высохло то применение каких-либо препаратов ну уже скорее всего будет тщетно дело в том что если мы работаем трансламинарным препаратом например таким как вертимек в закрытом грунте действующее вещество проникает в листовую пластину создает там своеобразные резервуары именно на глубине питания данного вредителя клещ на начальной стадии особенно развития поглощает данный препарат и со временем его парализует и он погибает поэтому обработки должны быть при первом появлении особей это очень важно друзья если кто-то из присутствующих выращивает лук так простите поступил интересный вопрос позвольте мне зачитать его в прямом эфире как вы относитесь к применению баковых смесях биопрепаратов с гормональными препаратами ингибитор синтези хитина против ряда сосущих вредителей снижаем риск резистентности а затраты для сельхозпроизводителей без потери эффективности и экологический аспект знаете на моей практике были такие баковые смеси и в принципе они показывали неплохую эффективность единственное могу подсказать ни в коем случае не работайте биопрепаратами совместно с фунгицидами потому что в основном биопрепараты они на основе скажем так грибной грибной флоры да и параллельное применение с фунгицидами ну их просто напросто губит вообще такие баковые смеси имеют место быть зачастую неэффективны но тут нужно смотреть тоже температурный режим на практике скажу испытывал при температуре выше 27 30 градусов цельсия биопрепараты начинают снижать свою активность поэтому как бы будьте внимательней надеюсь я ответил на ваш вопрос итак коллеги давайте продолжим про лук у него два основных вредителя это луковая муха и табачный трипс если говорить про луковую муху то у нее за вегетационный период в основном два поколения и особо опасно первое поколение когда у нас лук только совсем маленький и он подвержен подвержен атаке данного вредителя выходит взрослый особь примерно в середине апреля начала мая все зависит от региона если это конечно Краснодар Ставрополь то всходы лука могут быть уже и в середине апреля там ультра ранняя посадка на мой взгляд если это Волгоград Саратов Самара то луковая муха там уже не раньше начала либо середина даже мая в любом случае луковая муха когда выходит откладывает яйца вблизи маленького растения когда он еще в стадии петельки либо даже первый настоящий лист из яйца выходит личинка и начинает внедряться в растение снизу со стороны донца и выедает если наше растение не защищено на ранних стадиях развития лука можно потерять до 20-30% то есть чем это грозит во-первых мы теряем урожайности и мы теряем тот калибр который хотели вырасти ходовой калибр на луке репчатым это в основном 50-60 сантиметров ну иногда бывает 70 но когда посевы лука разрежены луковица может вырасти до 90 и более сантиметров в диаметре конечно такой лук уже очень сложно продать так вот мало того есть еще и второе поколение оно появляется примерно в конце июня начало июля и опять если мы не предпринимаем меры по химической защите не делаем обработки то луковая муха уже вредит взрослой луковице как жалко мы понесли такие большие затраты и людской скажем так людской ресурс это ГСМ это семена это средства защиты растений фунгициды затраты в массе общие а если мы не применим элементарную защиту от луковой мухи можем потерять до 50% очень легко как необходимо с ней бороться конечно же прежде всего это севооборот и есть еще один нюанс это пространственная изоляция севооборот конечно не раньше чем через 5 лет необходимо в идеале возвращать лук на прежнее место посева но если ваш сосед очень рядом и тоже соблюдает севооборот но ваши луки находятся близко друг от друга так в основном происходит у нас в Волгоградской области поэтому луковые мухи чувствуют себя очень хорошо и как бы мы не старались вернуть лук на прежнее место даже 5 иногда даже больше лет этот твердитель все равно есть поэтому химические меры борьбы они должны направлены быть скажем так на защиту лука особенно на ранних этапах развития препарат форс так и на картофеле его также используют на луке в дозировке от 10 до 15 килограмм на гектар дает нам бронь на луке до 3 недель дело в том что повторюсь препарат форс при соприкосновении именно с почвенной влагой создает газовую фазу и зачастую луковая муха даже не подлетает к маленькому растению лука и не откладывает яйца особенно это эффективно на ранних стадиях весной а ведь именно весной мы можем не зайти в поле с листовой обработкой просто потому что прошел легкий дождь но легкий дождь облаженного характера он не останавливает луковую муху она продолжает летать поэтому будьте в этом плане внимательны если есть таковой вредитель то будьте скажем так работайте на опережение коллеги табачный трипс на луке это вредитель номер один начиная примерно с четвертого пятого листа и заканчивая вплоть до уборки нам необходимо совершать довольно частые профилактические обработки по данному вредителю иначе в прямом смысле слова он выпивает ботву и происходит таким образом естественная диссекация и конечно о получении какого-либо качественного урожая который можно хранить до зимы либо до весны и речи быть не может что нам необходимо знать про данного вредителя у него есть несколько стадий развития и часть этих стадий питается а часть нет взрослые насекомые и мага питаются питается личинка первого возраста второго возраста но не питается про нимфа и нимфа это те стадии которые уже готовятся к перевоплощению они уходят в землю проходит буквально 7-10 дней и уже выходит опять взрослый особь то есть цикл замыкается очень важно применять препараты в тот момент когда есть питающиеся стадии то есть взрослый особь первая и вторая стадия если препарат попадает на растение проникает листовую пластину но там уже есть стадии которые не питаются то обработка неэффективна цикл замыкается мы получаем опять новое поколение поэтому уважаемые друзья обработки по табачному трипсу должны начинаться именно с момента раннего заселения лука не более одного одной взрослой особи на одно растение даже можно и меньше потому что если мы видим одну взрослую особь на листе то как минимум 10 яиц уже есть внутри пера с 2023 года будет официально зарегистрирован препарат Лирум против табачного трипса это препарат двухкомпонентный и все его два компонента будут направлены на профилактику как взрослой особи как стадии первой первого возраста и второго поэтому обработки должны быть заблаговременно коллеги я думаю что сейчас будет немного поинтереснее для тех кто выращивает огурец будь то в открытом грунте либо в закрытом грунте я думаю очень часто вы сталкиваетесь с такими вредителями как тля клещ паутинный клещ и белокрылка давайте немного поговорим о каждом из них обычный паутинный клещ как и на томате если не предпринимать мер он может полностью поразить растения то есть сначала есть скажем так первые особи небольшая численность но с повышением температуры повышается активность клещ питается плетет паутину активно развивается и в итоге мы можем зайти в теплицу либо выйти в поле увидеть что растение полностью оплетено паутиной листья скручены они желтые они безжизненные то есть конечно же в такой момент применение каких-либо препаратов уже бесполезно поэтому повторюсь как и на томате профилактика паутинного клеща должны быть должна быть сугубо на первых стадиях развития данного вредителя есть очень много препаратов для борьбы с данным вредителем но из линейки компании Сингент официально зарегистрирован вертимет это если говорить про закрытый грунт в дозировке от 0,8 до 1,2 литра на гектар все зависит от численности нужно это понимать за сезон можно отработать двухкратно срок ожидания данного препарата довольно маленький всего лишь 3 дня а мы знаем что на гурце можно делать сборы иногда и через день поэтому в принципе при обработке нужно будет потерпеть и сделать сбор через 3 дня поэтому с данным вредителем нужно просто быть повнимательнее побороться с ним можно белокрылка я думаю я думаю что те кто выращивает огурец в закрытом грунте встречаются с этим вредителем каждый год что необходимо про него знать ну живет взрослая насекомая порядка 30 дней за это время она может отложить одна одна особь от 85 до 130 яиц это довольно много весь жизненный цикл насекомого составляет около 20 40 дней оптимальные условия для развития это конечно же комфортные температуры 21 27 градусов цельсия и влажность порядка 60 и 75 процентов очень редко данный вредитель встречается в открытом грунте если только где-то огурец не растет в затемненной зоне в основном это вредитель закрытого грунта личинка после отрождения буквально сразу присасывается к нижней стороне листовой пластин и начинает питаться также взрослые особи тоже выпивают клеточный сок что необходимо еще понимать про данного родителя чтобы эффективно с ним бороться конечно как и в остальных случаях как и с клещом и с чешу и крылами и со многими другими все обработки на овощных культурах должны проводиться заблаговременно перед первым появлением особей вредителей есть конечно экономические порогы вредоносности но я вам скажу на своей практике не совсем они применимы на овощных культурах то есть если мы будем дожидаться то потом уже применять препарат может быть уже и незачем на сегодняшний день зарегистрирован препарат лирум это если говорить про закрытый грунт это двухкомпонентный препарат который в дозировке 1,2-1,5 литра с расходом рабочей жидкости от тонны до трех все зависит от развития растений эффективно справляется с данным вредителем также помимо этого этот препарат эффективен и от паутинного клеща поэтому если совпало так что есть и белокрылка и паутинный клещ то этим препаратом можно снять одновременно сразу два вредителя если мы говорим про ранние стадии развития культуры также зарегистрируем препарат октора в закрытом грунте 0,4 кг на гектар если растение высотой до 1 метра а если растение более 1 метра то уже необходимо увеличить дозировку до 0,8 кг на гектар друзья если кто-то выращивает капусту белокочанную я думаю на данной фотографии вы узнали этого вредителя это капустная моль она распространена повсеместно на юге России даже в северных областях лед ее начинается ориентировочно с середины мая иногда бывает пораньше и заканчивается вплоть до начала сентября то есть если мы выращиваем раннюю капусту мы попадаем под ее удар среднюю капусту и даже позднюю капусту в любом случае нам необходимо защитить капусту белокочанную от данного вредителя чем так она вредна что она делает дело в том что как только капуста либо высажена если она высажена рассадой либо прямым севом как только есть сходы и появляется скажем так точка роста начинает образовываться молодой качанчик капустная моль вернее ее личник и гусеница повреждает эту точку роста и растение не погибает но качан уже образовываться не будет если она повреждает уже качан в середине вегетации то он становится не товарного вида то есть такой капусту на рынке вы уже не продадите поэтому защита от данного вредителя она должна быть на протяжении всего сезона как и у большинства насекомых есть экономический порог вредоносности да это от двух до пяти гусениц на одном растении при заселении 10% на своей практике скажу что что встретился с такой ситуацией дождался экономического порога вредоносности захотел отработать то есть техника должна была пойти в поле и пошел дождь через три дня я смог только зайти в поле и гусеница была уже совершенно другого размера точка роста на капусте была повреждена то есть друзья все таки нужно ориентироваться по первым появлением вредителей либо по яйцекладке если мы говорим о начальном развитии о начальном развитии капусты то в этом плане очень эффективен препарат амплига дело в том что он двухкомпонентный который содержит в себе первую часть перитроид а вторую диамид и перитроид снимает взрослый особь это тоже очень важно чем меньше бабочка летит на капусте тем меньше она откладывает яйца и соответственно меньше нагрузка и меньше опасность но срок ожидания данного препарата около 30 дней поэтому это нужно помнить и применять его исключительно на ранних стадиях развития культуры если до уборки осталось около 7-10 дней и нам необходимо защитить культуру до момента снятия кочана в этом плане будет эффективен препарат проклеем в дозировке 0,2-0,3 кг на гектар двухкратно за сезон со сроком ожидания всего лишь 7 дней поэтому два этих препарата на ранней стадии развития и уже на более поздней эффективно справляются со своей задачей и защищают капусту белокочанную от капустной моли уважаемые друзья если есть какие-либо вопросы пожалуйста впишите в чате я готов ответить если еще время позволяет давайте пообщаемся уважаемые друзья ну если вопросов нет и все понятно я хочу сказать что большое вам спасибо за внимание что посетили наш вебинар я надеюсь что он был очень полезным и вы подчеркнули новую информацию 28 числа будет повторный вебинар уже о грибных заболеваниях Дарья передаю слово да спасибо большое мы еще не заканчиваем буквально 5 минут вашего времени займем кто не успел задать вопрос да пожалуйста напишите в чате мы еще здесь Сергей ответит на ваши вопросы также друзья напишите пожалуйста в чате какую информацию еще вы бы хотели от нас получить и мы обязательно это включим в наши следующие вебинары вас пригласим а в завершении я бы хотела вам рассказать о нашем новом цифровом продукте который мы выпускаем сейчас специально для небольших профессиональных фермеров выращивающих овощные культуры и картофель это наш умный онлайн агромагазин Сингента фермер если можно пожалуйста слайды мои показать да отлично спасибо большое компания Сингента выводит на рынок и мы участникам нашего вебинара вам первым в ближайшие дни буквально отправим ссылку доступ к нашему умному онлайн агромагазину который мы называем Сингента фермер буквально пару слов давайте расскажу что это такое если можно а я могу сама листать да следующий слайд что такое Сингента фермер в первую очередь это сайт на котором вы можете самое главное получить прямой доступ к нашей агроэкспертизе к агроэкспертизе по овощным культурам картофелей которые есть у компании Сингента у нас есть специально выделенные люди включая в первую очередь Сергея который будет напрямую с вами общаться отвечать на ваши вопросы по агроэкспертизе по технологиям по заболеваниям вредителям по продуктам которые можно приобрести от компании Сингента для решения ваших проблем все это можно будет получить на нашем сайте еще раз ссылку на который мы вам отправим буквально в ближайшие дни помимо этого на нашем сайте будут и сейчас уже представлены продукты средства защиты растений из портфеля компании Сингента сейчас порядка 30 продуктов мы выкладываем и предлагаем к продаже через наш сайт самое главное что осуществить продажу можно будет по сути не выходя из дома или из вашего поля имея при себе только лишь мобильный телефон или компьютер приобрести продукты вы сможете на нашем сайте оплатив по банковской карте то есть это онлайн оплаты абсолютно удобные и самое главное безопасные и что очень важно доставка товара приобретенных вами на сайте может быть осуществлена либо к воротам вашего хозяйства либо вам домой либо так же как в известных российских онлайн магазинах и маркетплейсах мы открыли точки самовывоза которые вы сможете выбрать при покупке удобные для вас для того чтобы товар забрать у нас сейчас если смотреть на географию и регионы доступны доставки в двух областях это Краснодар и Волгоград поэтому все фермеры сельхозпроизводители которые находятся в этих двух регионах в первую очередь это для вас пожалуйста вы сможете воспользоваться приобрести товар и получить его или к себе домой в поле или посмотреть на карте удобные для вас точки самовывоза и самостоятельно товар забрать сейчас у нас восемь точек самовывоза в Краснодаре одна точка кстати есть в Ростове и два магазина две точки самовывоза в Волгограде в которых вы можете самостоятельно продукт получить как я сказала мы вам отправим ссылку вы сможете самостоятельно зайти ознакомиться с сайтом походить посмотреть но несколько вам дам лайфхаков комментариев уже сейчас для того чтобы сделать ваш процесс знакомства более удобным в первую очередь наша настоятельная рекомендация когда вы пользуетесь сайтом пожалуйста регистрируйтесь в правом верхнем углу будет значок регистрации все кто зарегистрируется вы просто сможете от нас больше информации получать о наших вебинарах актуальных предложениях поэтому вы быстрее будете получать всю необходимую от нас информацию второе очень важно на сайте есть раздел который называется спросить эксперта через этот раздел вы сможете получить от нас от наших экспертов ответы на агротехнические вопросы которые у вас сейчас есть и кстати говоря сейчас упомяну что мы скоро выпустим абсолютно новый функционал интерактивный агропортал для овощных фермеров где вы в онлайн режиме не только через общение с нами сможете посмотреть очень много информации по семи ключевым овощным культурам включая картофель спасибо желаем хорошего дня всего хорошего всего хорошего коллеги спасибо спасибо Продолжение следует...